Ну что, мы приглашаем всех, кто готов сидеть на любом ряду и на любом месте, в прекрасный музыкальный театр Новосибирска, на мюзикл Андрея Кротова «Римские каникулы». Вместе с нами туда приглашает вас и солист Михаил Полубоярцев. Доброе утро, Михаил. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Распелись? Ну, практически, да, пока ехал к вам в машине, раскрывался. Наверное, перед премьерой у вас очень плотный график репетиций. Это да. Каждый день, утро, вечер, стабильно. Но сегодня, это понедельник, вы же уже спать будете в вашей эфир? Сегодня понедельник нет. Мы не будем спать после эфира, мы как раз после эфира, прямиком на репетицию. Как же, выходные, нет? Выходные, к сожалению, точнее, к счастью, для премьеры, к сожалению, для артистов отменяются у нас, да, без премьеры. Как долго у зрителей будет возможность смотреть «Римские каникулы»? В смысле, когда театр уезжает на гастроли? Театр уезжает на гастроли. Театр пока не... Закрывается театр. Закрывается сезон. Сезон, да. Закрывается сезон 23 июня, как раз премьерный спектакль. 23 июня будьте добры, встретите в Музыкальный театр на любых спектаклях, не только на «Римские каникулы». Но так как мы говорим сегодня об этой премьере, расскажите нам, сюжет отличается от фильма или не очень? Да, мы тут уже про фильм вспомнили. Переварен он режиссером или нет? Ну, я думаю, что да. Вы смотрели фильм? Нет, я фильм не смотрел, потому что у меня есть такой личный принцип не смотреть никаких материалов перед... Это даже хорошо, да, чтобы никому не подражать, чтобы пережить образ сначала самостоятельно, пропустить его через себя, а потом уже можно и посмотреть, где-то что-то даже возможно перенять, но не на этапе постановки. Тогда это будет интересно задать вам такой простой банальный вопрос, о чём спектакль, чтобы услышать вашими глазами. Да, 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 ваше видение. Спектакль о любви. О любви. Лаконично. Вот тут вы с фильмом совпали. Чем проще цель, тем красивее обычно. Хорошо, как вам персонажи? Как вам ваши партнёры, как вам ваш собственный? Персонажи очень колоритные, ну так как действие происходит всё-таки в Италии. Итальянцы очень горячи, ужасно ревнивы. Кстати, цитата. Тяжело. Итальянки. Очень горячие. Тяжело сейчас перенестись, наверное, с нашей погоды в шкуру итальянца. Да нет, на самом деле это всего лишь актёрское мастерство. В любую погоду играть в жару, даже когда на улице минус сорок. Но как-то вы погружаетесь с труппы в Италию? Есть какие-то упражнения, чтобы почувствовать себя человеком другой национальности? Или это не важно? Это всё внутри. Это всё внутри. Пасту всё-таки не это, нет? Нет, у нас наш замечательный режиссёр Филипп Розенков прикармливал девочек, главных героинь, принцесс Анн, в перерывах между репетициями, мороженым. Итальянским. Ну, практически. Он сказал, что это Ревенское, а там дальше уже дело актёров это поверить. Додумывайте. Джилату. Джилату. Джилату, шоколаду. Конечно, надо по-итальянски говорить. Спагетти, спагетти. Что-то принципиально новое для себя открыли в этом мюзикле? Принципиально новое. Ну, на самом деле, спектакль очень такой, несмотря на то, что для зрителя он лёгкий, для актёра он тяжёлый. С трудностями столкнулись. В плане переживаний и актёрского нутра. То есть, очень такое глубокое перестроение, когда ты изначально должен играть прям заядлого такого циника, который относится к всему цинично. Потому что, ну, как бы работа журналистов предполагает под собой некий цинизм по отношению к некоторым вещам. Напомним тем, кто давно не пересматривал фильм, да, герой Михаила журналистов. Да, вот, у меня получается, я, мой герой журналист и такой достаточно циничный человек. Ну, и в процессе спектакля, то есть, вот это перестроение от циника до человека, который начинает верить в любовь. Это, конечно, внутри очень так трудно пережить. Ваша партнёрша, вы с ней уже раньше работали в паре? С Аней Ставской, да, мы работали в паре. У нас есть замечательный спектакль «В джазе только девушки». Там моего персонажа тоже зовут Джо. Вот. Мучиться не пришлось, в общем, в партнёршую долго. Да, привыкать к партнёрше и к новому имени, опять же, тоже. Вы сработались, что вам в ней нравится, что не нравится? Давайте так, коль уж её здесь нет, давайте поговорим откровенно. Нет, Анечка очень замечательный человек, она прекрасный партнёр. То есть, слушает нас сейчас, да? Возможно. Хотя, нет, они сейчас проверяют микрофоны. Уже время без пятнадцати, одиннадцати. Вот. Аня замечательный человек, замечательный партнёр, и как бы работать с ней в любых спектаклях удобно и приятно. Вы не подставляете друг другу так, чтобы какой-то адреналина добавить? Нет, нет. Мы друг друга по-партнёрски очень любим и уважаем. Да и, в принципе, у нас как бы в театре нет артистов, с которыми было бы прям неудобно работать или ещё что-то. Что-то прямо она такая вся идеальная, а что прям придраться не к чему. Нет, причём. Ну, придирайтесь, когда вы идёте. Интересно, когда всё хорошо. К чему придраться? К чему придраться? Ну, мы разного роста, поэтому нам не всегда бывает... А, нагибаться приходится? Удобно, да. Ну, хоть что-то наш изъян какой-то. После рекламы вернёмся и ещё поищем. Ну, нет. Всё хорошо? Да. Здравствуйте. У нас реклама, дорогие друзья. Как принято у артистов в музыкальных театрах так делать? На прощание, нет? Нет, это басковщина какая-то. Да? Как мне делать? Есть фанатки у вас? Ну, наверное. Не встречает никто после спектакли? После спектакли? Пока нет. Все скромненько выходят на сцену, дарят букетики. Мюзикл «Римские каникулы» совсем скоро увидят зритель музыкального театра Новосибирска. И у нас в гостях прямо сейчас солист Михаил Полубоярцев. Играет главную роль, между прочим, там. И, наверное, что-то вкусненькое исполнение. А давайте в этом убедимся. Докажите нам, что вы играете. Так, ну, наверное, кусочек из мюзикла... Эксклюзив, друзья. Эксклюзив, да. Никто ещё этого не слышал. Только мы с вами. Есть очень красивая песня про глаза. И сейчас я исполню для вас припев. Да, ну да. Ах, какие у вас глаза Глубже самой большой реки Небо летнего бирюза Солнца нежного огоньки Эта тайна густых ресниц Может просто с ума свести Среди тысячи лиц Мне такой не найти никогда Ах, какие у вас глаза Ну, что-то вроде того. И тут она хлопает ресницами и взлетает. Есть какие-то трюки в спектакле? Трюки? Ну да, у нас есть. Летает кто-нибудь в спектакле? Да, у нас летает по сцене мотороллер. Серьёзно? Да, настоящий живой мотороллер Который дымит немножечко Мы чувствуем запах бензина на сцене Ну, на самом деле, да, есть трюки Есть интересные вещи в танцах Есть замечательный танец Тани Безменовой Буги-вуги очень крутой Прям с трюками, с полётами девочек Мальчики там прыгают Как, я уже хочу посмотреть Ну, а про мотороллер, да, это было серьёзно Мы очень долго тренировались, точнее, как бы, ну Нам с Сашей, с Крюковым, так как мы всё-таки мужчины было немножко проще, как бы мы с этой техникой уже сталкивались Но вот девочкам было сложновато Мы их обучали Езде на мотороллер На ногах стоите, когда ловите Ну и, в общем, весело у нас Скажите, Михаил, вы вообще как оказались в музыкальном театре давно? Я служу уже четвёртый год Откуда вы? После окончания института Новосибирского государственного театрального в четырнадцатом году Вы коренной новосибирец Я коренной новосибирец, да, я коренной сибиряк Я здесь родился, учился, женился Была у меня практика переезда в другой город Какой? После института я попал в Хабаровский музыкальный театр Не срослось? За три с половиной тысячи километров отсюда За три с половиной тысячи рублей Нет, зарплата была повыше, чем три с половиной Потом из Хабаровска вас... Потом из Хабаровска, да, я вернулся обратно сюда, в Новосибирск И просто пришли вот так, вот, а не нужен ли вам актёр? Нет, мне позвонила Татьяна Фёдоровна, Элина, наша замечательная Как она вас узнала? Вы такой знаменитый стали в Хабаровске? Нет, в Хабаровске у нас просто приезжал Александр Лебедев ставить спектакль И потом привёз запись этого спектакля сюда, в Новосибирск Она попала Татьяне Фёдоровне в руки Просто, чтобы люди понимали, как это бывает в актёрской среде Не просто так вот, взял, пришёл такой Возьмите меня, пожалуйста, и тебя взяли Нет? Вот, и всё, и мне Татьяна Фёдоровна позвонила, нашла мой телефон И сказала, Миша, как так? Почему ты не у нас? В общем, я долго не думая вернулся обратно домой на родину Ах, какие у вас глаза! Вернулся домой на родину Хорошо, и сколько у вас уже спектаклей, музыкальный театр на счету считали? О, честно говоря Ну, так примерно Когда я вёл подсчёт последний раз, было их 16, если мне не изменять татьяна С тех пор пришло ещё 3 года, да? С тех пор прибавилось ещё, я думаю, парочку Ну, нужно заходить на сайт, смотреть, я сейчас точно не скажу И я люблю спрашивать про роли, какие нравятся, какие не нравятся Обычно все говорят, ну как же, это же роли, все мои детки любимые, я их всех люблю Но другой вопрос, какая ваша нелюбимая роль? Есть такая? Ну, может быть, она неплохая, но тяжело далась, например Или, наоборот, такая лёгкая, что аж противно? Да нет, каждая роль, она пережита внутри, и она постоянно дорабатывается Поэтому, как бы, тут сказать чётко нельзя, какая самая нелюбимая Подходит в репертуаре какой-то спектакль О, опять вот это Нет такого? Нет такого, нет Потому что это любимое дело, понимаешь, Настя? Да-да, когда занимаешься любимым делом Ну и не Хабаровский театр, в конце концов Все хорошие спектакли, да? Не хотелось ли вам попробовать себя в режиссуре? В режиссуре, честно говоря, нет Потому что, ну, у человека, у режиссёра должно быть режиссёрское видение На данном этапе жизни, пока, я не знаю, может быть, это приобретённое, может быть, с этим нужно родиться Но на данном этапе жизни я пока у себя, за собой не замечал режиссёрского видения А есть у вас актёрская мечта кого-нибудь сыграть? Вы знаете, как все девочки говорят, мечтают Джульетту сыграть Ну, тут, на самом деле, сложнее Если бы мы говорили о драматическом, например, театре То я бы с удовольствием хотел бы сыграть Ричарда Короля Короля Ну, всё, ну, обычно скромное желание Ну, и вообще, как бы, особо королевских королей мне импонирует Вот, и я очень люблю двадцатый век Мне очень нравится эпоха, вот, как раз, до военного, послевоенного, военного времени То есть, любая роль, связанная с этим, как бы, для меня тоже была бы подарком А вы сказали про грамматический театр То есть, вы учились не на музыкального актёра? На музыкального, да Да А опыт был работы? В драматическом театре? Да Да, я работал в театре «Глобус» на контракте Но был занят в двух мюзиклах «Нэп» и «Алый паруса» Поэтому театр драматический, да С детства музыкой интересуетесь? Как это началось? Как началось? Музыкальная тяга? Ну, с полугода я пою Что, простите? Пою с полугода, да Ну, была в моей... А-а-а-а! Это не пение, я вас хочу разочаровать Это называется «Я хочу кушать, мам» Кстати, на самом деле, самая правильная постановка голоса у детей Потому что, вы замечали, что маленькие дети грудного возраста никогда не срывают голос? Ну, это физическая потребность Да, они от природы поют, они от природы кричат правильно А, ну, как бы, пение – это своеобразное, как бы, тоже такое подобное крико Упение, да? Как-то почувствовать себя ребенком и орать безбожно Упение – это оформленный крик Оформленный крик, да, все правильно Ну, что-то какие вы умненьши Потом и что? Удается ли вам побывать зрителем? Изредка, но удается Что последнее видели? Что посоветуете? Из нашего? Вообще Вообще У нас демократия У нас демократия Так, ну, вообще, честно говоря, мне из зала хотелось бы хоть раз посмотреть ВИИ А вы в нем играете? Да А вот нам повезло А вы знаете, ОТС-трансляцию дел, если вы в архиве пошаритесь, у них может появиться Да, я знаю Потому что я в ВИИ один на роли и иногда очень хочется глянуть его из зала А, нет, у вас напарника Да, у меня напарника нет Ну, вы спойте режиссеру, какие у него глаза, и он вам уступит кого-нибудь, кто-то поставит разочек У нас в гостях был прекраснейший солист музыкального театра Михаил Полбоярцев, но это еще не все Веселый вы актер, Михаил Спасибо Давайте продолжим Расскажите нам забавный случай из жизни Настоящий Забавный случай из жизни Настоящий У нас, вот как раз я говорил в начале о спектакле «В джазе только девушки» И по сценографии у нас на сцене стоит огромная такая карусель И внутри, то есть мы иногда заходим внутрь Вот Это какая-то такая метафора, придуманная режиссерская Ну да Вот и на последнем спектакле мы зашли с Женей с Дудником внутрь, с моим напарником Вот, и я потерял выход из этой карусели То есть она получается углами немножко Вот, и выход немножко сместился И получается Рома Ромашов с пистолетом стоит на нас, направил пистолет И вы двое быстро выходите оттуда И значит я выхожу первым, и я начинаю выходить и промахиваюсь мимо двери И дверь не открывается Потом следующее В следующий угол Я опять промахнулся мимо двери Женя сзади уже начинает смеяться Рома стоит на сцене, понимает, что я не могу выйти из этого станка Тоже начинает колоться В общем, с третьей попытки я нашел выход Ну он мог бы подружески подойти, побоячить, где сказать, вот сюда иди на голос Это было очень смешно, потому что еще и подколол партнера немножко Ну, я верю, что вы справились Спасибо большое Еще раз у нас в гостях был солист мюзикл «Римские каникулы» из Театра Музыкального Новосибирского Люблю так делать Михаил полубоят Йода из «Звездных войн» разговариваешь Спасибо